Даже три гостя. Обычно был один, а тут три. Но правда одна сатана, муж и жена. Я рад вам представить Сергея Фёдорова, заслуженного артиста Российской Федерации, актёра Коляда Театра и Анна Богачёва. Драматург. Обычно бывает, что в семье два актёра нормально. Ещё более нормально, когда муж режиссёр, а жена актриса, все главные роли идёт. А вот тут у нас очень необычный союз. Поскольку, с одной стороны, актёр и драматург. И я, кстати, хотел спросить Сергея, когда-нибудь приходилось играть в спектаклях по объездам жены? Ой, по-моему, не случилось. Ну да, в «Читке» были, читали. В «Театроне» у нас шёл «Чемоданное настроение», но я там не участвовал. Да, другие актёры. Анна, а ты когда-нибудь писала пьесы вот в расчёте на мужа? Спасибо, Захар, да. Я, честно сказать, вообще в расчёте на кого бы ты ни был, никогда не писала. Нет. Я как-то их так вот. В расчёте на весь мир. Ну, замечательно. А вообще, кто у вас главный в семье? Я. Да? Я не успел сказать. Кто первый, тот и главный. Плохая реакция. Я думаю, что я бы не стал какие-то приоритеты ставить, кто главный. Как-то жизнь состоит из разных периодов. Кто-то в этот период главный, кто-то в другой. Иногда мне удобнее быть главным, иногда мне удобнее куда-то спрятаться. И плюс главными будут другие люди. Я, то есть. Другие. Ну, друзья мои, сегодня мы так настроим наш вечер. Я немножко позадаю вопросы вначале, а потом я надеюсь, что вы все присоединитесь и тоже спросите что-нибудь интересное, что хотели узнать. Ну, не знаю, в каком... Какая линия жизни у нас сегодня получится. Вот. Я бы, собственно, с Георгией, может быть, он монолог какой-нибудь сегодня прочитает. Ну, вот, но он как-то еще пока... Не пока я этого ненавижу, когда... Я говорю, я еще не езжу с творческими вечерами, у меня нет программы, которые я читаю, чтобы встречаться со зрителями. А из спектакля, что-то, подожди, я договорю. Из спектакля, что-то читать какие-то монологи и прочее. У меня как-то на Первом канале... На каком? На Первом. На Первом время есть такой... На Первом Тюменском? На Первом Тюменском? В Москве, в Останкино. Марина Райкина есть такая журналистка, вообще журналистка. Она, вот, там, передача у нее, что-то, как-то, со сцены что-то связанная, забыл название. И вот, и она мне... Поскольку были вот эти камеры Первого канала, я как-то застеснялся и решил что-то прочесть. Но это, я так понял, что так, это получилось неубедительно, что это как-то так немножко глупо. Но она сказала, ты хорошо, хорошо, ты все прочел. Это было бытие или не бытие, или что-нибудь разное? Это было из Капитолины Петровны что-то я сказал, что-то еще откуда-то, несколько реплик так. Как бы показал, как я тут же перевоплотился, но мне кажется, это получилось не очень хорошо. Поэтому я не за это, если хотите, приходите на спектакль и смотрите меня там. Или, дай бог, где-нибудь там сняться в трех фильмах. Почему не очень хорошо получилось? Зрители не хотят? Но я не люблю... Вы знаете, вот мы однажды ехали в поезде на какие-то гастроли и в тамбуре там курили. Я не курю, но там присутствовал. И говорит там незнакомый товарищ, говорит, вы артист иногда, ну-ка, рассмеши. И вот это вы как бы, ну-ка, рассмеши. Я говорю, я не артист эстрадного жанра, у меня нет специальных реприз и прочее, чтобы чего-то там смешить и так далее. Я говорю, воспринимать меня должны цельно в спектакле. Там есть канва, там дра-да-да, там все понятно. А так, если я что-то скажу, я могу, конечно, прочесть, но мне кажется, это будет не очень убедительно. Я как драматург здесь поддержу, потому что на самом деле, вот, ну, я училась у Николая Владимировича, и монолога это такая сильная, пронзительная вещь, которой, ну, вот, к ней надо зрителя подвести, подготовить, расслабить его, как-то завоевать, заставить уже поверить в этого героя, полюбить его. А потом, так и быть, можно дать ему, так сказать, трибуну и высказаться пространно и долго. Если он выйдет и сразу начнет говорить монолог, ну, не будет того эффекта, и, в общем, вообще, может, все это будет очень нормально и печально, да. Про это, ну-ка, рассмеши. У нас, я родом из деревни, деревня Никулина называется, в Тюменской области, и я приехал, и там у меня племянник мой, причем он у меня старше. И вот, а мы тогда, я в театроде в бытности был, приезжали в Тюмень с пародийным шоу, и там пародировал Леонтьева, там еще кого-то еще. И он говорит, Леонтьева, Владимир, Валерия, по-своему, Валерия Яковлевича. И Кузьмина, там еще кого-то. И он говорит, а там у нас такой говор, нашу деревню, все вокруг знают, по говору такому. И он говорит, а кого ты там делаешь? Я говорю, ну вот пародирую там Леонтьев, он, ну-ка. А я говорю, ну надо, знаешь, понимаешь, нужно костюм, нужна там фонограмма, там я сам не поеду под фонограмму, там все. Ну, а еще кого? Ну вот Кузьмина. Ну-ка. И как бы вот это, мне понравилось, ты артист? Ну-ка.